Кто не смотрел предыдущий ролик, тот Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг, Жида Масон. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что получили гражданство Хориниса и теперь вольны творить все, что нам вздумается. Мы можем выйти из города и пособирать болотную траву, которая растет в спидозной луже. Из этой же травы, кстати, делают армейские сигареты Перекур. Мы можем пойти на рынок и закупиться прекрасными товарами местного производства. Я Хакот, торговец. Деремянными членами. В наши дни каждый должен носить член. Раньше моим поставщиком был долг, а теперь все, что он делает, забирают паладины. Они разорили меня. Теперь все, что можно купить в этом городе, это короткий член. И то в лучшем случае. А при должном желании можно покидать фаерболы в огромных тараканов. Хм, полевой хищник, а по ночам он, видимо, хищник половой. Ладно, хватит страдать всякой фигнёй. Нас ждут очень сурдиозные дела. Неспешным шагом направляемся в самую уютную и ламповую часть города. Портовый квартал. Здесь вы можете пообщаться и подружиться с такими прекрасными членами общества, как бандиты, пираты, проститутки, нищие, ансабы и остальные представители среднего класса на территории СНГ. Тут мы встречаем Лареса, старого знакомого из нового лагеря. Я, должно быть, сошёл с ума? Нет, ничего. Что ты делаешь здесь? Эй, Ларес, старый лихо, а как ты попал сюда? От него узнаем, что Ларес вместе с другими наёмниками под предводительством Ли сбежали из Долины Рудников после взрыва Барьера и теперь работают на Анара, того самого барина-мятежника. Вполне тянет на полноценный сюжет Metal Gear Solid, только если бы события происходили в фэнтезийном мире, Биг Босс был бы Дауном, а Даймонд Дог с имбецильными аутистами. А стоп, у нас же уже есть МГС-Ви и Писвокер. В порту Хориниса находится корабль паладинов, за которым беспалево приклядывает Ларес, так как в случае тотального пиздеца наёмники желают под шумок угнать это корыто и свалить отсюда. Отдаём орнамент по заданию мага Ватроса и говорим, что знаем о принадлежности Лареса к кольцу воды. Ну конечно, как всегда работа достаётся мне, я так и знал. Теперь мне придётся тащиться через полострова, чтобы отдать эту штуковину магам воды. Я могу отнести орнамент. Ларес даёт нам понять, что он это дело Косипоши не доверит, потому что вы только посмотрите на этого дегенерата. И дабы не обижать, предлагает пойти с ним за компанию, но позже, ибо сейчас он занят делами государственной важности. Также Ларес говорит, что может помочь нам со вступлением в одно из сообществ Хориниса. Мы можем вступить в ментовское ополчение, к наёмникам ауешным или к сосисочному братству магов огня, но об этом позже. Напоследок спрашиваем у наёмника, что ему известно о пропавших жителях. Нам советуют пообщаться с Фаримом, местным рыбаком, у которого внезапно пропал товарищ по рыбному промыслу. Не удивлюсь, если во время рыбалки его просто схватил за писюн местный Кракен и утащил под воду, при этом напевая... Ладно, пошли к рыбаку. Фарим оказался слишком обижен судьбой, потому что помимо пропажи друга, с ним случилась беда в виде ополчения, отбирающего весь улов. Жизнь, хоть за хуй держись. Братан рыболов Уильям, та ещё пропащая душа. Как оказалось, он вёл тёмные делишки с какими-то бандитами. Рыбак даёт нам наводку на место проведения встреч с этими подозрительными личностями. Бухта неподалёку от Хориниса. В благодарность за столь ценную информацию разговариваем с одним из паладинов и впрягаемся за Фаримом. Йоу, братиша-паладиша, там у местного рыбака отбирают бычки в томате. Помоги ему по-братски, а я тебе за это дам одно спасибо. Молодой чепушила, а с чего вы вообще взяли? Что я буду впрягаться за какого-то там рыбака? Так ты ж паладин, тебе твой элаймент отказать не позволят. Блин. Плывём в бухту и встречаем там пирата Скипа. Ну наконец-то. Сколько тебя можно ждать? Минуточку. Ты же не торговица с города, верно? А где Бальтрам? Пропало много людей, и все улики указывают на то, что ты бандит. Куда? Правда? Ты действительно обо мне слышал? Пропало много людей, и все улики указывают на то, что ты замешан в этом деле. Эх, проклятие, это не то, что ты думаешь. Из диалога мы узнаем, что Корсар не кровожадный бандюга, а всего лишь посредник-перевозчик в этой истории с похищением людей. Мы перевозим различные товары для этих свиней. О ком ты говоришь? О бандитах, конечно. О ком же еще? Раскрыть пункт доставки контрабанды он отказывается, зато с удовольствием называет нам имя главаря банды в этой части Хориниса. Им оказывается Декстер, призрак и бывший каторжанин старого лагеря. Также нам становится известно место обитания Декстера и его подручных, где-то неподалеку от фермы Анара. Но зачем он ворует людей? Куда доставляли пленных? Правда ли, что безымянный гей? Это вы все уз... Надо бы отвлечься от столь прекрасных мейнквестов и немного отдохнуть. Эй, я не могу заняться тобой сейчас, детка. Если хочешь развлечься, поговори с Брамором. Я Брамор! А если ты любишь Брамор? Ты должен заплатить за это 50 золотых монет. Я хочу развлечься. Отлично! Ты долго не забудешь следующие 50 часов твоей жизни. Я понял, что на данном этапе игры лиходейство крайне сомнительное занятие, так как среднестатистически местный работяга может спокойно ваншотнуть нас. А все потому, что наш Косипоша очень недоразвит. И умственно, и физически. Но это легко можно исправить путем прокачки через геноцид местной фауны. Однако, в данной части это дается намного сложнее, чем той же самой первой части. Поэтому не будет стыдно прибегнуть к помощи посторонних. Находим Бартака, бывшего ученика нашего сенсея Босперра. Этот молодой человек решил отойти от ремесла охоты, потому что... Да я в рот ебал эту вашу охоту. Там животные окончательно озверили ебалусь. На прошлой охоте на меня напал волк размером с дядю Богдану и чуть не укусил мою ванильную сраку. Но наш хитрый главный герой делает Бартаку крайне выгодное предложение. Давай сходим на охоту вместе. Хорошо, но за это я возьму с тебя 50 белорусских баксов, а ты в свою очередь можешь забирать все добытые из животных шкуры себе. И еще кое-что. Что? Интиму не предлагать. Вместе с этим замечательным охотником пробежались по лесу и кочернули все, что попадалось нам по пути. Еще да, тварь! Даже мракориса, даже беднягу орка, которого Барток просто ваншотнул. Получай, грязная тварь! Все. Я думаю, мне лучше вернуться в город. Здесь для меня слишком опасно. И даже для нас двоих. Да о чем ты говоришь? Своим мощным ударом ты просто дезинтегрировал того бедного орка. Смурчляндия не простит нам этого. Зато полученные шкуры я спокойно продаю Басперу, ибо он дает за них солидные суммы. Только вот он не покупает рыжие шкуры, ибо ну кто в здравом уме будет тратить на них деньги? Беззак, грязь! Теперь нам необходимо познакомиться с ополченцами, а для этого нам нужно найти лорда Андре в казармах. Вот он, кстати. Да пребудет с тобой Пинеш, чужеземец. Что привело тебя ко мне? У меня есть важная соса для лорда Хагена. Если ты поступишь на службу к паладинам, я помогу тебе добиться лорда Хагена. После получения гражданства мы можем стать полноправным товарищем, но я пока решил повременить и разузнать о других фракциях побольше. Ведь это серьезный выбор, который окажет значительное влияние на сюжет и на наш стиль игры. Вы же не выбираете университет для дальнейшей учебы по принципу «Ну вот он рядом, в моем городе, да там и баллов немного надо для вступления, а я и в общаге не хочу жить, бла-бла-бла-бла-бла». Андре просит нас найти и ликвидировать главарей гильдии воров, воспитанники которых чересчур охренели и пи***ть все, что к полу не прибито. «Эти мерзавцы знают свое дело. Я уверен, что в городе действует организованная банда». Он советует нам опросить пострадавших, а заодно внимательно приглядеться к людям в портовом квартале. Вау, Шерлок Кассифоша в деле, наша дедукция на пределе. Для начала опрашиваем охотника Боспера. «Когда я доберусь до этого ублюдка?» У нашего сенсея украли лук, воришка скрылся в гавани, а тупые стражники потеряли его след. Чистейшая жиза в собственном соку. Следующим пострадавшим является местный корчмарь, у которого скоммуниздили серебро. Ополчение себя опять проявило и ничего не нашло в силу своей поразительной бесполезности и тупости. Все очень реалистично и правдоподобно. Во время нашего расследования замечаем на скамье грустного Кантара. «За тобой должок, и пришло время вернуть его». Мужчина требует с нас должок за пропуск в город, который нам даже не понадобился. Он просит нас подбросить грязное письмо торговки Саре, что забрала у него прилавок. А потом настучать на Сару лорду Андре, что якобы эта даба продает оружие наемникам Анара. Я как еврей весьма возмущен подобным требованиям, так как судя по имени Сара, эта торговка тоже из богоизбранного народа. И было бы очень подло с моей стороны. Подкидываем письмо во время торговли и отправляемся в казармы. Лорд Андре немного удивлен таким твистом, но после наших доказательств хлопает главгероя по плечу и говорит «Эта б***ина у меня сядет!» А затем идет арестовывать бедную Сарочку. На площади, где раздают халявную бурматуху, находим чилищего Кантара. Говорим, что Сара сменила торговое ремесло на нашивку со звездой Давида. И отправляемся дальше по своим делам. Как оказалось впоследствии, Кантар максимально точно подходит под определение «Пидор грязный». Этот клятый мужеложец растрындил всем торговцам, что «Мы каторжник». «Ко мне приходил торговец Кантар. Он сказал, что ты беглый каторжник из колонии. Я не знаю, правда ли это, и предпочитаю не спрашивать тебя об этом, но ты должен уладить этот вопрос». В этот момент моя вера в людей угасла. Торговцы не хотят иметь с нами дела. «Ты каторжник из колонии. Я ничего не буду тебе продавать». Бродя по холодным улицам Хориниса, я замечаю их взгляды, полные презрения и ненависти. Мне отказали все, но Гейбс Тор – это то место, где не отказывают герою. Хотите окунуться в средневековую жизнь крестьянина, полную опасных приключений? Пожалуйста. Хотите окунуться в постапокалиптическую жизнь работника Почты России? Пожалуйста. Хотите окунуться в жизнь чмыря, которого предал ебаный Кантар? Сраный пид***, с мать его ебал, ненавижу, чтоб ты сдох. Пожалуйста. Хотите? Ну, не хотите, как хотите. Гейбс Тор – ссылка в описании к видео. Последним в нашем списке пострадавших от жуликов и воров является народ русский. Последним в нашем списке пострадавших от жуликов и воров является торговец Джора. По словам Жорика, один местный гражданин стащил его кошель, пока тот отвернулся, чтобы почесать сральник. Но Жереслав не так прост и знает имя преступника. Им оказался некий паренек по имени Рентгару, который еще имеет наглость ошиваться неподалеку, пробухивая украденные деньги. Подходим к нему для приватного разговора, но не успеваем сказать «Эй, пса-жир!» как тот дает дёру от нас. Находим Рентгару около дерева в порту. Понимая, что пи***ли и унижение не избежать, парень начинает выкладывать всю подноготную. Работы нет, денег нет, бабы нет, да еще член отвалился от Фурифелеса. Не трогай меня, я и так унижен по жизни. Тут у Касипоши смягчилось сердечко. «Хорошо, я понимаю. Хватит хныкать». Поэтому забираем у воришки деньги Жоры и отпускаем его с условием, что он, если что, замолвит за нас словечко перед нужными людьми. Возвращаемся на место раздачи халявного поэла и находим там торговца. Отдаем ему деньги и узнаем от него, что бармен из портового кабака в курсе темных делишек гильдии воров. И если мы хотим что-то узнать, то за информацией лучше обратиться к нему. По пути в таверну натыкаемся на местного пьянчугу Мо. «Эй, я не знаю тебя. К чего тебе здесь нужно? Ты идешь в кабак? Ты имеешь что-то против? Тебе нечего здесь сделать, малыш. Понимаю. Чтобы пройти дальше, мне придется сломать тебе пару ребер. Можешь попробовать, малыш. Покажи мне, на что ты способен». «Совсем неплохо». В таверне заводим разговор с Кардифом, местным баристой этого заведения. Я люблю делать кофе и хуйцосить помойные каналы с реакциями стримеров на разные видосы, которые периодически всплывают у меня в рекомендуемых. И вообще, если вам подобное интересно, то пусть у вас отвалятся. «Язычка». В этом мужчине сразу чувствуется тонкий ум и жилка бизнесмена, потому как меньше, чем за 10 монет он не намерен распространять информацию. Потратив кучу монет, мы узнаем, что тут рядом сидит некий нагур, который может помочь нам подзаработать. «Ищешь грязную работенку?» «Как насчет того, чтобы рассказывать про игры в нескольких частях мерзким картавым голосом, от которого у неподготовленного зрителя отвалятся уши и жопа?» «Я чё, на больного похож?» «Этот странный молодой человек принимает нас к себе на работу с одним условием, что мы будем делать всё по его правилам. Он посылает нас к Бальтраму, торговцу на рынке, чтобы устроиться к нему на работу посыльным. Тогда же отправит нас на ферму некого Акила за посылкой, которую мы заберём и отнесём на Гуру, который в свою очередь её перепродаст и отдаст нам треть от заработка. Устраиваемся на работу посыльным и бежим на ферму к Акилу. Рядом с фермой разгорается нешуточный скандал. Рекетиры анально унижают дачника и пытаются отжать имущество, нажитое непосильным трудом. Рубим в кашу несчастных коллекторов и заводим беседу с Акилом. Из разговора узнаём, что эти наёмники люди Анара, которых он отправил для сбора Дани. Вот же Чмадье устроил революцию, поднял работяг на восстание, а потом начал силой забирать их имущество, дабы поддерживать норме свою личную армию в борьбе против верующих и монархистов. Никогда такого не было и вот террас. Забираем пакет для Бальтрама и неспешной походкой удаляемся в сторону города. Пробегаем мимо лошары торгового и доставляем посылку на Гуру. Ты хорошо поработал. Я сообщил об этом моим хозяевам. Что из этого выйдет, не знаю. Миссия Комплитная! На выходе из кабака Кардив перехватывает нас и говорит, что Касипошу ищет некто подозрительный и что этот странный тип будет ждать за шпротной лавкой. В назначенном месте встречаем некого Аттила. Ты? Ах, наконец. Я ждал тебя, чужеземец. Кто ты? Что тебе нужно от меня? Он говорит, что судьба нам благоволит и наша лояльность в некоторых делах поспособствовала этой встрече. Он отдает ключ, но от чего и для чего не говорит. Потому что без загадок вот прям не обойтись, му** ты ебаный. По описанию ключа вдупляем, что нужная нам дверь находится рядом с водой. Но рядом нет ни факультета философии, ни концерта какой-нибудь кей-поп-группы, а поэтому спустя несколько намотанных километров под водой мы подплываем к тайному входу. Но что же за этой дверью и кто нас там ждет, вы узнаете сейчас. Отперев дверь ключом, оказываемся в канализации. Судя по запаху, местные жители питаются квашонкой, пармезаном и салатами с кислым майонезом. В одном из коридоров натыкаемся на некого Джеспера. Эй, что ты тут делаешь? Тебе тут не место. Так что выкладывай, что ты делаешь здесь. Приятно общаться с такими красноречивыми мастерами русского языка. Он отводит нас кассия, лидеру этой группировки. Я вижу, ты получил наш подарок. Я Кассия. Хорошо, Кассия. Теперь скажи мне, зачем я здесь? Ты привлек наше внимание тем, что завоевал доверие одного из наших друзей. Кассия предлагает вступить нам в гильдию воров, но есть одно но. Нас примут, если мы докажем серьезность наших намерений, а доказать нам это придется путем воровства кольца у алхимика Константину. Но оно ему совсем ни к чему. Я хочу, чтобы оно украшало мою руку. Если совсем не втерпешь, то могла бы засунуть этот пальчик себе в ж... На данный момент у нас нет нужных воровских навыков, и поэтому... А на сегодня все, мои дорогие дружки-пирожки. Как вы могли заметить, ролики делаются немного дольше обычного, по той причине, что я пытаюсь развивать мое ремесло монтажа, дабы ролики выходили еще более говенными и убогими. Но все, как вы любите. Также большое спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео, дабы они чаще появлялись в рекомендуемых у неподготовленного зрителя и травмировали его психику. Следующий ролик выйдет, но когда, спросите вы меня, а выйдет он... субтитры сделал DimaTorzok